ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обсудим перспективы развития печатных, СМИ, телевидения и интернета. И позвольте, наши дорогие зрители, представить всех участников нашей беседы. Сегодня с нами Андрей Владленович Белоцерковский, заместитель председателя правительства Тверской области. Я очень рада, что вы к нам пришли. Спасибо, что пригласили. Сегодня с нами Александр Сергеевич Кокарев, тележурналист, заслуженный работник культуры Российской Федерации, доцент кафедры журналистики, рекламы и связи с общественностью Тверского государственного университета. Здравствуйте. И я вам рад. К нам сегодня пришел, нашел время для того, чтобы встретиться и с нашими телезрителями. Дмитрий Валентинович Фадеев, председатель Тверского регионального отделения Союза журналистов России. Здравствуйте. И сегодня с нами Дмитрий Леонидович Нечаев. Это главный редактор медиахолдинга Тверской проспект. Добрый день всем. Ну что же, самое главное, начнем с вопроса, какой продукт будет показывать телеканал Тверской проспект «Регион» на ОТРе? Ну, сразу хочется сказать, что продукт, надеемся, что востребованный продукт, ну а также качественный, объективный, оперативный. Я думаю, что наш холдинг уже давно зарекомендовал себя как производитель качественного контента, где мы и соблюдаем принцип объективности подачи информации, соблюдаем принцип оперативности, стараемся, чтобы она была разносторонней, конечно, востребованной нашей аудиторией, нашими зрителями. В полной мере мы все эти установки сохраним и для нового формата. Вот, кстати, вы сказали, Ирина, что это будет общественное линии России, но многие уже знают, как телеканал ОТР. Такая аббревиатура уже у многих, она как бы перед глазами стоит. Я, конечно, очень рад тому, что наш телеканал появляется в новом качестве, в новом формате, потому что перед любым смесь сейчас стоит как минимум две основные задачи. Первая задача – это производить то, о чем сказал, качественный, востребованный продукт. А второе, конечно, как любой производитель какой-то продукции, там будет какая-то промышленная продукция или медийная продукция, мы, конечно, хотим, чтобы она была востребована и донесена до как можно больше аудитории, чтобы получить как можно больше зрителей, чтобы получить как можно больше отклика от них. И поэтому мы очень надеемся на то, что мы окажемся друг другу полезными, очень надеемся на взаимность с нашими телезрителями и надеемся, что у нас сложится с ними диалог. А почему ОТР? Ну, потому что этот канал, который входит в самое главное, вот мы еще не пояснили, не все зрители это знают, что он входит в так называемые, многие уже, наверное, слышали, мультиплексные каналы, то есть это общедоступные каналы. Вот здесь самое ключевое слово – это общедоступные. Дело в том, что, ну, что греха таить, конечно, мы один из крупнейших медиахолдингов, и в общем-то в городе Твери мы там покрываем почти полностью весь город, аудиторию полноценно. А вот что касается там пригородов или там жителей ближайших деревень, районов, то, к сожалению, не у всех есть возможность смотреть наш телеканал. И сейчас эта проблема устраняется, потому что ОТР – это действительно очень качественный сигнал, который доступен на всей территории России. Ну, мы сейчас говорим про Тверскую область. Любой телезритель сможет в отличном качестве на телевизоре, даже не новом телевизоре, с помощью приставки включить, посмотреть наш телеканал, получить доступ к нашей информации. Александр Сергеевич, вы хотели что-то добавить? Я хочу, во-первых, вас поздравить с этим знаменательным событием. И не потому, что только сигнал хороший. Знаете, есть такое народное… Скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Дело в том, что общественное телевидение, ОТР, ну, оно довольно проблематично начинало развиваться. Это, да, как бы общественное телевидение, это, по примеру, зарубежных стран, это независимое государство телевидение. А у нас на бюджетной основе государство. И мне вот довелось разговаривать на эту тему Солысенко, Антон Григорьевич, он как раз, ну, здесь, в Твери он был. Я спросил, а как вот вы собираетесь? Ну, конечно, общественного в буквальном смысле мы не можем тут быть. Но мы решили сконцентрироваться на просветительской функции и на интеграционной, объединяющей функции. Это одна из важнейших функций, социальных функций вообще любого СМИ, телевидения в частности. Я как-то так скептически относился. Ну, вот наблюдая, просто в силу своих обязанностей, чтобы со студентами разговаривать, надо все каналы смотреть, на глазах растет канал общественного телевидения нынешнего. И растет в сторону провинции. Очень много провинциальных телекомпаний снимает, масса портретов, людей из глубинки, которые никогда не появятся на традиционных общественных каналах. И понимаете, а зритель, он же смотрит, у него ассоциация. Они уже заметили, что УТР, ну, растущий, интересный канал. И к вам это автоматически, этот бренд переходит. Да, вам главное теперь только вот держать планку. Держать планку, да. Держать планку, да. Держать в этом, чего я хотел бы вам пожелать. Именно в том плане, как они общаются. Люди появились в провинции. Будем стараться. Ну, сегодня СМИ важнейший инструмент для выстраивания диалога гражданского общества и власти. Андрей Владленович, в чем вы видите значение сути этого механизма? Ну, безусловно, действительно очень важно. Ну, с одной стороны, СМИ – это обратная связь. Это информация о проблемах, о вопросах и о направлениях, которые вообще волнуют общество, задачах, которые требуют решения, что и абсолютно необходимо для власти. С другой стороны, это возможность в то же время и от власти передавать некоторые информации, направления, наиболее приоритетные вектора развития, которые установлены у нас в стране, у нас в области. То есть, что считаем мы самым главным. И это также выносится, может быть, на обсуждение общественности с тем, чтобы получить общественную обратную связь. Поэтому в этом смысле это абсолютно необходимый инструмент. Без него, по-моему, невозможно управление эффективное в государстве. И для общества это тоже абсолютно необходимо. Два слова можно добавить? Конечно, добавляйте. Вот это в данном случае СМИ – это как мост. Дорога с двухсторонним движением. От власти идут сигналы к обществу, от общества идут к власти сигналы, какие-то недостатки, проблемы. И все упирается, и все вот этот мост, который соединяет власти и народ. Вот так, ну, сказать образно не совсем, но тем не менее, в общем, вот без этого моста общение не получится. При этом и телевидение называют «четвертая власть», как СМИ, да, тоже? Это абсолютно справедливо. Потому что это действительно с точки зрения человека, вот в его восприятии, в тех решениях, которые каждый из нас принимает, это исключительно важную роль играет. Я, кстати, хотел бы действительно тоже поздравить с тем, что такой долгожданный, для меня, во всяком случае, давно долгожданный выход на всю область. Потому что канал Тверской проспекта «Регион» хороший, он как раз все областные новости, все рассказы и о проблемах, и о людях замечательных, которые у нас живут, и тех задач, которые они решают, он все время представлял. Но это, к сожалению, вот не было доступно для всех, для всех в Тверской области. Поэтому выход как раз в цифровое вещание, а Тверская область была первая в стране, которая перешла на цифровое вещание, вот мне кажется, и сейчас она должна быть в авангарде очень хорошего, качественного контента, который будет доступен. Потому что, если говорить и о средствах массовой информации, есть две главные характеристики, которые должны быть. Это доступность и качество. Доступность, она в том числе и техническими средствами обеспечивается, а качество, это, конечно, качество своих программ, их объективность, это выверенность, доверие, которое вызывает, оно заслуживается долго. Поэтому мы еще подробнее поговорим сегодня обязательно, это важная тема. Дмитрий Валентинович, вот вы здесь представляете Союз журналистов, региональное отделение, постоянно встречаетесь с представителями этой профессии. Как вы считаете, смена сегодня действительно четвертая власть? Ну, в какой-то степени, наверное, да, хотя в чем-то мы позиции утратили, надо признаться честно. Вот, у нас нет такой доступности, такой взаимосвязи с властью, я имею в виду особенно СМИ независимые. А на сегодняшний день все-таки погоду для общества в информативном смысле и в смысле каких-то посылов, общественных запросов, это все-таки СМИ независимые. Давайте признаем это честно. Вот, а с другой стороны, все-таки у нас есть возможность доносить общественное мнение и до той самой власти, и выдвигать именно наибольшие проблемы и ставить их перед обществом. И это может только средство массовой информации. Поэтому, конечно, любая власть, она все равно считается с мнением СМИ, то есть, потому что мнение СМИ в основном это мнение людей. Те средства массовой информации, опыт у нас показал, которые как-то удалялись или какую-то свою особую позицию выстраивали, не опираясь на мнение народа, они прекратили свое существование. У нас, посмотрите, сколько закрылось изданий. И если разобраться по уму, то, в общем-то, в основном причина-то была их собственная. Потому что даже экономической независимостью, это опять же зависит от того, насколько ты имеешь поддержку среди широких слоев населения, а не только у государства. И поэтому ваш вопрос, в общем-то, правомерен. С одной стороны, тяжелее стало работать, а с другой стороны, те, кто остался, в том числе, и я хочу поздравить, тоже присоединиться, и ваш телеканал, потому что он получил новое наполнение. То есть вы вернулись в большой эфир, наверное, можно сказать так. И это замечательно, потому что действительно у нас на сегодняшний момент оставалась фактически одна телекомпания «Тверь». И только информационные, к сожалению. Поэтому мы очень ждали, я сам в том числе, потому что я часто бывал гостем ваших программ. А в последнее время, скажем честно, вы знаете, в кабельное телевидение не всегда хотелось даже и приходить, но это откровенно. И я вас поздравляю с этим. Это большой успех, я считаю, большой шаг. И, конечно, это со всех сторон хорошо. И как ваши коллеги я вас поздравляю с этим событием. Я думаю, что и для власти, и для правительства области это тоже здорово, потому что появился инструмент, который имеет большую возможность донести и позицию, и позицию властных структур на всех уровнях. До самого широкого, скажем, слушателя, читателя, здесь как угодно, до гражданской аудитории. Александр Сергеевич, а вот вы же начинали сами как журналист. Почему начинал? Я и продолжаю. И продолжайте свою карьеру. Но у вас еще одна функция очень важная. Вы преподаватель. Вы работаете с... В замечательном университете. В замечательном университете. У вас кафедра журналистики. Да. А я вот, например, заканчивала филологический факультет Тверского государства. В этом же университете. В этом же издание. И я тоже. И я. Ну вот вы представляете, какая это сильная школа. Я это к чему веду? На самом деле, когда я заканчивала, развивалось телевидение. Мне хотелось работать на телевидении. Те ребята, которые сейчас будут получать диплом об образовании, у них в первую очередь все-таки на первом месте интернет-издание. Неправда. Все равно идет конкуренция. Интернет занимает свои позиции. И нам становится гораздо сложнее. И печатным средством массовой информации, и телевидение. Вот как вы думаете, кто в этой борьбе победит все-таки? И что нужно делать для того, чтобы оставаться на плаву? Можно я начну чуть раньше. Давайте. Чуть выше мы заговорили о взаимоотношениях власти и СМИ. Я просто вспомнил. Вы сказали, что я начинал. Я был один из тех, кто начинал здесь создавать телевидение. Почти 31 год назад. Времена сложные были. Перестройка там и так далее. Но пришел такой человек, Борис Васильевич Гуськов, первый руководитель и основатель телекомпании, первый председатель. И сказал, что у нас запретов только три. Нельзя призывать к свержению власти. Нельзя распространять порнографию. Нельзя бранно выражаться в эфире. Все остальное, пожалуйста, ваше дело работать, мое дело вас прикрывать. Это было на государственном телевидении. Я такой свободы слова, как в те 89-90-е годы, я просто не помню больше. До нас действительно никакие оргвыводы не доводили. Хотя порой очень острые сюжеты там снимали, даже на федеральном уровне. Вот сегодня я с Дмитрием согласен абсолютно, но где-то что-то мы чуть-чуть потеряли в этом. Не было никакого. То есть никто не просит, не говорит об анархии какой-то, не дай бог зачем. Но как-то отношения между властью и прессой все-таки они как-то более разделены. Тогда я мог просто позвонить главе области и сказать, завтра вы сюда придете, приду, Суслов Владимир Антонович. Ну, тоже никакой помильярдности, но как-то было проще пробиться к этому. Ну, а теперь, что касается вашего вопроса. Во-первых, мы один из не такого гигантского количества вузов, где есть собственное учебное телевидение. Где первокурсники, уже сейчас первокурсники на вашем канале уже побывали в прямом эфире. Они вот, будет оценка, зависит от того, вышел в эфир прямой, в первом семестре, первого курса. И они уже начинают вещать. И они влюбляются в эту профессию. Конечно, они думают об интернете. Кто-то там, это их право выбирать. Потом кто печатный в СМИ пойдет. Так в чем сила интернета, электронных СМИ и печатных? В таком случае. Да нет тут никакого конфликта. Надо просто сотрудничать. Интернет, по выражению Константина Эрнста, интернет это просто лошадка, которая доставляет наш сигнал, нашу продукцию. За любым блогером серьезным стоит студия. Он же не одиночка. Это невозможно. Вы же прекрасно знаете, что телевидение дело коллективное. Тут один ничего не стоит. Это тоже телевидение. Просто оно в рамках, на другом носителе. Надо просто сотрудничать. Нечего нам искать, кто кого победит. Это уже все было. Говорили, что телевидение убьет театр и кино. Ну, глупость. Так что нужно просто искать пути сотрудничества. И все. Но телевидение, интернет, им просто не... Телевидение создает контент, интернет его распространяет. Основное. Вот, собственно. Ну, ваша позиция понятна. Андрей Владленович, что вы думаете? Ну, во-первых, действительно, сейчас стало, наверное, сложнее традиционным средством массовой информации. Но я вижу в этом скорее плюс. Потому что, когда усиливается конкуренция, вообще говоря, это ведет к росту качества. Поэтому и я с Александром Сергеевичем согласен в том смысле, что, конечно, все равно главным остается качество контента. То есть, средства доставки, это может быть эфир, это может быть, ну, вот сейчас цифровой эфир, это может быть интернет, это может быть, ну, в общем, может быть все, что угодно. А самое важное, что доставляется. И поэтому с этой точки зрения, вот качество, если речь идет об информационных программах, то, конечно, надежность этой информации, насколько ей можно доверять. Потому что мы знаем, что есть такое понятие сейчас фейк-новости, которые, ну, в принципе, сейчас каждый человек может стать средством массовой информации. То есть, он выбрасывает некий объем информации в пространство, которое доступно всем. Но является ли оно качественным? И степень достоверности. И степень достоверности. Конечно, это, как правило, как правило, удел только вот таких хорошо организованных, действительно, коллективов, которые вообще-то думают о своем будущем, поэтому планируют общаться в течение долгого времени. Кстати, ваш канал, мне кажется, он как раз показывает жизнеспособность, потому что ведь было же много, да? Но мы в любых обстоятельствах выживали. Да, да, да. А вообще, в принципе, конкуренция – это как раз способ роста качества. Дмитрий Валентинович, а вы что думаете по этому я во многом согласен с Андреем Валентиновичем? Интернет как способ доставки, да, это замечательно. Но на сегодняшний день надо признать, что интернет по качеству своих трансляций, я считаю, что это удел, ну, пусть на меня не обидятся наши телезрители, но это удел домохозяек и людей, не обремененных какими-то заботами интеллектуальными. Потому что, действительно, никакой блогер самостоятельно, он – это вообще ни о чем. Что мы видим в интернете? Ну, это, в основном, это соцсеть и какие-то новости непроверенные, фейковые, какие-то слухи, которые эмуссируются. Да, как обсуждение, например, в каких-то группах обсуждение проблемы, я согласен, да, но как аналитика – это ни о чем. Вот, и на сегодняшний день серьезно говорить о какой-то преобладании интернета, как СМИ. А посмотрите, у нас много интернет-СМИ зарегистрировано. У нас же то, что у нас люди читают и смотрят, это все левак. В Роскомнадзоре таких средств массовой информации нет. Поэтому это говорит о том, что люди не готовы отвечать за то, что они транслируют, не готовы нести ответственность и не готовы поручиться за достоверность своих новостей. Поэтому и даже такие вещи, как Википедия, там ошибка на ошибке даже, даже как в плане подчеркнуть какие-то новости энциклопедического плана, это и то, в общем-то, большие проблемы. Если я занимаюсь историей, ну, для себя, конечно, в основном, историей рок-музыки, вокально-инструментальных ансамблей, я часто прибегаю к интернету, но я там нахожу столько неточностей, столько несоответствий, что перепутано все. Поэтому доверять интернету, как СМИ, на сегодняшний день я бы не стал. И часто, вот еще минутку займу, бываю, когда в заграничных поездках и по роду своей работы я общаюсь, особенно во Франции, очень много с нашими коллегами из Побратима Бизансона с журналистами, на телевидении, на их радио Восток Франции, это федеральная структура, и там местные отделения, это, вы знаете, ни на каких вот форумах, ни на экономических, ни там нет представителей интернет-СМИ. То есть нету даже пригласительных для них, их просто нет. Они так и говорят, это вот дело вот общения, межличностное общение, да, домохозяек, там, ради бога, там, любой человек может там что-то писать, но как серьезные СМИ, даже во Франции это не воспринимается. Ну вот, Дмитрий Леонидович, мы как представители электронных СМИ понимаем, как тяжело сейчас выживать. Какие форматы мы можем сейчас представить нашим телезрителям? Как вы считаете, что наиболее вас требовало? Два вопроса прозвучало, да, первое. Какие форматы мы можем представить? Я хочу так сказать, что все те, которые являются легальными, которые являются вообще обусловленными чем-то, если они вообще имеют место. Конечно, мы на кинопленке там не представляем, это уже понятно, да, но все те форматы, которые сейчас существуют, в том числе и интернет. Дело в том, что здесь вот это противоречие можно снять как? Почти все сейчас СМИ, даже печатные, это уже симбиоз некий способов доставки информации. Почти у каждой газеты есть свой сайт. У многих печатных изданий есть отделы телевизионных, где они снимают какую-то информацию, укладывают на сайт. Также и у интернет-изданий у них есть, в общем-то, версии. Бывают у некоторых печатные версии, бывают версии с видеофрагментами и так далее. Ну и, конечно, у нашего телеканала тоже, конечно, разумеется, есть сайт, но здесь уже больше вопрос в виде этого сайта. Интерактивный этот сайт или этот сайт там только для сухой подачи каких-то информации, которая в печатном виде выкладывается. Это уже там нюансы. Я вот правда соглашусь с коллегами, что действительно сейчас, знаете, как получилось, что вот почему люди так вот сильно, многие молодежь особенно отреагировали на интернет, потому что мы никогда еще, наша планета не сталкивалась с таким новым источником, как интернет, да, он вторгся, особенно в том виде, в котором сейчас мы говорим про как СМИ, интернет-СМИ, потому что первый интернет, мы понимаем, это были какие-то фрагментарные, он был пустой, ненаполненный. Сейчас, да, конечно, там есть уже достаточно известные блогеры и так далее. Я понимаю, что за ними стоят коллективы, студии, там немалые финансы стоят, даже некоторые, я думаю, что побольше, чем у иного телеканала. Но почему на это так среагировали? Потому что все новое, оно привлекает, на него набрасывается, многим даже кажется, что вот, вот наконец-то истина-то на нас пролилась, наконец-то вот этот такой уникальный источник, вот эти люди точно знают, как на самом деле. А потом проходит эйфория от вот этого первого знакомства, когда люди начинают вникать, разбираться, когда они не видят, сколько действительно фейков. Вот я недавно только смотрел, как эта история прозвучала на весь интернет, что у американца, он с ребенком гулял на лужайке, подлетел орел и украл этого ребенка, утащил. Потом тоже выкладывают, что это все было смоделировано на компьютере, что это все было нарисовано. Вот так же история. Благодаря это все просто. Сейчас как мальчик, выпивший козерованную воду. Да, да, да. Женщина, которая там в могиле кого-то родила, якобы, и так далее. Вот, поэтому, и, конечно, это все подрывает доверие к этому, но это правильно, потому что люди начинают уже как бы истину пшеницу отплеивать, отделять. Поэтому вот это схлынет, я думаю, через какое-то время. Мы просто сейчас на определенном этапе развития, надо немножко смотреть и стараться дальше. И мы уже видим тенденции к тому, что, скорее всего, это схлынет, и действительно источники информации уже будут вызывать больший спрос не те, которые вот такие хлесткие, не те, которые вот такие броские, на первый взгляд, на какие-то с такими эскападами, а те, которые действительно дослуживают доверие, потому что человек, кто хочет увидеть не смоделированный на компьютере фейк, мультфильм, по сути дела, да, ему хочется получить действительно достоверную информацию. Это раз. А второй момент, это еще то, очень важно, потому что вот мы сейчас делаем многие программы, я сейчас говорю про такое социально-публицистическое большее вещание, где у нас будут приходить, ну, заслуживающие авторитеты, эксперты, гости, ну, как вот сегодня мы пригласили, да? Профессионалы. Да, власти, мэтров телевидения, руководителей, ну, это так. Мэтр с кепкой. Нет. Я, кстати, начинал, да, у Александра Сергеевича тоже под его руководством тоже свою карьеру на том канале, поэтому, конечно, людям очень важно… Отлично, кстати, начинал. Спасибо. Ну, мы вас не поэтому позвали, а потому что действительно… Да, мы сейчас… Тоже не боясь греха. Действительно профессионал, конечно. Вот, поэтому я хочу сказать, что, конечно, будущее за авторитетным мнением, за мнением экспертов, за мнением тем, за теми позициями, за которыми действительно что-то последует, какое-то дело, последуют какие-то конкретные управленческие решения и так далее, и так далее. Поэтому вот это будет востребовано. Я хочу, что возвращаясь по поводу сегодняшней встречи к УТРу, мы обязательно будем на УТРе в том числе вводить новые форматы, где у нас будут вот такие достаточно серьезные, не нудные, но серьезные разговоры с серьезными экспертами в студии, с профессионалами, которые будут в полной степени отражать реальную картину нашей с вами жизни и, в общем-то, делать какие-то такие, из которых, может, будут делать выводы, прогнозы на дальнейшее развитие нашего общества. И самое главное, что мы приглашаем к этому диалогу нашу аудиторию, потому что действительно, вот верно сегодня сказали, Дмитрий Валентинович сказал, что вот СМИ — это некий вот такой рупор, когда у маленького человека простого что-то случается, то он не всегда может там действительно до чего-то достучаться. Почему мы знаем, что многие, как сейчас принято говорить, резонансные истории получают свое развитие дальше. И часто, да, очень часто к нам прибегают, к нашей помощи. И если мы видим, что человек действительно у него имеет место, ну, объективные какие-то условия для того, чтобы он какой-то у него претензии или какой-то у него крик о помощи, то мы идем навстречу, проверяем эту информацию, сверяем ее там с теми органами компетентными, которые этим занимаются, будь то органы власти, прокраительные структуры, еще какие-то. Ну и стараемся помогать и в определенном количестве случаев помогаем. А давайте теперь больше поговорим про новости региональные. Потому что в первую очередь, конечно, да. Можно догонку, еще буквально одну ремарку. Вот к интернету, мне кажется, да и не только мне, надо не интернета бояться, надо бояться того, что зритель наш, подчитатель меняется стремительно, меняется язык, меняется восприятие мира, надо бояться того, что мы начнем или продолжим разговаривать на разных языках со своей аудиторией. Вот неспроста российское географическое общество, Андрей Владимирович, это близко. Вот сейчас, только что они внесли новшество. Все фильмы не более 20 минут. Вот все, Шойгу объявил это. Не более 20 минут, потому что зритель, он уже, ну вот длинные форматы, он не воспринимает. У нас другая молодежная аудитория, которая трейлер посмотрел, когда-то в мои годы у нас было там «Войну и мир» читал в школе, когда? Не, видел. Фильм вышел в то время. Сейчас трейлер посмотрел, они читают, что это уже достаточно. Вы понимаете? Клиповое мышление. Я к этому веду. Клиповое мышление. Люди не в состоянии досмотреть очерк получасовой, вот молодежь. Вот об этом нам нужно заботиться. Это еще Достоевский говорил, что любой самый искусный оратор не может удерживать аудиторию более 20 минут. Мы, конечно, знаем, что был Фиберий Кастров. Это вообще мой любимый формат, это самое вот смотрибельное время, когда не успеешь надоесть никому и только заинтригуешь. Но дело не в этом. Вот нам об этом думать нужно, что нельзя отстать от своей аудитории. Не к тому, что мы подстраиваются по аудитории. Мы все-таки СМИ, телевидение, есть просветительская функция. Но все равно мы должны быть хоть на шаг, но выше. А конкретный пример какой-нибудь можете привести? Нет, ну тренды какие-то мы тоже должны задавать. В плане языка. Мы же не должны какой-то албанский этот язык переходить, как в интернете он называет. Мы тоже должны нормы произносить. Войну и мир уже нельзя все-таки читать в адаптации. Ну абсолютно, да. Но это надолго происходит. Я просто, знаете, хочу по этому тоже такую ремарку сказать. Дело в том, что еще есть аудитория, она тоже неоднородная. Потому что есть аудитории разные по возрасту, разные по степени образования, разные по полу в конце концов и так далее. И, конечно, сейчас для разной аудитории гораздо больше возможностей. Вот еще одна в чем проблема конкуренции, и причем это никогда нам не исправить. Когда-то у нас было два канала, помните эти времена. Потом у нас там 4-5 каналов. Не помню даже один еще. Вот. Это совершенно не то, что сейчас их 145 каналов. Вот сейчас домохозяйка приходит домой, она не просто смотрит канал про приготовление пищи, не просто там, она еще выбирает тот канал, где рыбу готовит или где отдельно готовит там какую-нибудь там, не знаю, там, вегетарианскую. Поэтому у нее сейчас огромный человек спорт, не просто спорт, раньше лишь бы футбол, там хоть что-то спортивное, кто любит спорт. Сейчас нет. Отдельно бокс, отдельно футбол, отдельно гонки автомобильные, еще что-то. Огромное количество вот этого выбора. Плюс, конечно, еще такой момент, что... Я тоже сейчас с молодежной аудиторией, но молодежные, я считаю, это те, кто там 20 плюс 5, плюс 6, вот такие вот такая примерно, до 30 во всяком случае. Они смотрят, когда им удобно и что им удобно. Поэтому очень много они смотрят наш продукт, произведенный телевидением, ну, авторитетными каналами, но они смотрят в интернете, потому что они говорят, да, мы в наше время живем без рекламы. Сам контент, само качество и содержательность. То есть, культура вот этого потребления информации, она уже вот то, что сильно меняется. И мы, кстати, вот в этом плане стараемся следовать, ну, аудитории, создавать их комфортно, поэтому мы сделали, конечно же, давно и сайт, и сделали так, что человек может удобно, быстрой поисковой системы находить это, чтобы эту информацию... Ну, а что касается доступности, наш телеканал старается быть доступен для всех жителей Верхневложья. Я хотела бы мягко перейти к теме региональных новостей. Андрей Владленович, насколько это актуально сегодня? Чрезвычайно. Вот, на мой взгляд, чрезвычайно актуально. Поэтому я вот очень приветствую, приветствую это событие, потому что, на самом деле, для большинства людей важны, ну, конечно, безусловно, есть новости глобальные, федеральные, да, но самыми важными является то, что происходит вот у себя дома, рядом, с соседями, и то, что влияет на жизнь человека вот именно здесь. И с этой точки зрения, ну, это, по-моему, международная практика, что вот местные новости, местные станции, это самые востребованные, потому что они как раз рассказывают о том, что происходит вокруг, какие люди вокруг, и что может произойти, что ожидается, какие тренды намечаются, именно внутренние, потому что именно на них можно реагировать, в том числе и высказывая какие-то претензии или пожелания к власти. Это самый главный формат. И вот этот формат, он должен быть доступен. И вот сейчас, я понимаю, совершается шаг как раз к расширению, расширению охвата территории. И когда новости, касающиеся, ну, область большая, очень много разного происходит в ней. Когда вот эти новости становятся доступными всем, мне исключительно важно. А ведь нам удалось за время нашей работы выстроить сотрудничество с муниципальными телекомпаниями. Это Удомля, Фирва, Торжок, Вышневолочок. На подходе еще некоторые телекомпании, Дмитрий Леонидович. А насколько это важно сейчас, именно на нашем телеканале, Тверской проспект региона, потом и на ОТР, показывать новости муниципалитетов? Крайне важно, конечно, знаете, есть одно главное преимущество. Нам, конечно, тяжело тягаться с федеральным контентом, с федеральными мощностями, их ресурсами. И не надо. И не надо. Соглавие, ну, понятно, что это заведомо нереально. Даже вот еще, не знаю, как Сечин встречались с ними. Да, разные задачи. Он говорит, понимаете, мы можем сделать вам два канала, три канала, что вы будете показывать, как вы будете конкурировать с федеральным контентом, как вы будете состязаться с мастодонтами. Но у нас есть то, где нас никогда, как говорится, не обыграют и не пытаются это делать. Это то, что мы действительно близки к нашей жизни. Потому что всем хорошо, всем нравится, конечно, посмотреть, порадоваться за Москву, что нам показывают. Каждую неделю там новая станция метро открывается, какой-нибудь парк новый, еще чего-нибудь. Но людям важно узнать, что у нас, что у нас на повес. Когда у нас ремонтируют речной вокзал, мост построят и так далее. Им вот это важно. За Москву все мы, конечно, рады. Но поэтому и здесь, конечно, уже выходим на сцену мы, потому что максимально близкие. Потом люди любят видеть себя. Они любят себя смотреть. Теречане, горожане. Это, знаете, как вот если в театре на сцену при очень хороших актерах выбегает ребенок или котенок, то все внимание переключается туда. Может, попереграть нельзя. Невозможно. Так и тут. Когда люди видят себя, это мы уже давно знаем. Мы очень часто, кстати, проводим опросы. Да, и потом это не просто так, что они какие-то глупые люди. Нет, наоборот. Самый мудрый народ. Когда мы выходим на опросы, спрашиваем, задаем вопросы, предлагаем им свои решения вносить по каким-то вопросам. Слушайте, я удивляюсь. Такие бывают совершенно непредсказуемые какие-то варианты. Такие решения. Это просто само так с изумлением. Смотришь, думаешь, откуда это пара, почему они так подумали. Поэтому обязательно мы это все, конечно, показываем. И то, что у нас сейчас регион подтягивается, то, что у нас региональные телекомпании выходят. Конечно, это очень важно, чтобы он был единый, объединенный, чтобы никто в лесу не подрала. Чтобы мы знали, что творится в Оржеве, знали, какие есть вопросы в Беженске. Поэтому мы собираем это все вместе. И наиболее информацию яркую, интересную, актуальную, мы, конечно, обязательно показываем. Можно пожелание одно высказать? Конечно. Возьмем на грандаш. Вот, вы знаете, есть одна программа, которая мне очень нравится. Она еще более локальная, чем муниципальная. Это университетский хронограф, который снимается на этом канале. Я знаю, я знаю. Я знаю, что он вещает то, что он выходит всегда. И я его продолжаю смотреть с огромным удовольствием. Уверен, что это интересно для многих. Потому что его делают студенты. Ну, конечно, под руководством опытных мэтров. Но делают студенты, и как раз они говорят о том, что им интересно. По-моему, это очень важно, чтобы... Вот я просто предложил бы вставлять его как раз в эти окна университетский хронограф. В том числе рассматривать как возможный контент, который в окна для цифрового вещания на всю область. Хорошие, кстати говоря, это обязательно мы его чтем. И окна очень хорошие. Они действительно дали праймовое время. То есть, никакое ночное, когда никто не увидит. Хорошие совершенно окна. Поэтому просто... С 7 до 9 и с 17 до 19 часов. Да, вот запомните. В любом случае, хочу еще раз поблагодарить вашу телекомпанию, которая первая, по первому же звонку, предоставила нам возможность вещать у вас. Я говорю, мы будем вещать, будем новость. Он говорит, как это? Подождите, а кто? Оплатить? Никто никому ничего не платит. Мы просто вот так, мы поставляем свою продукцию, вы ее вещаете. И вот наше содружество, да, с оговорками, это все-таки студенты, первокурсники, там уровень не всегда может... Но мы это и не скрываем. Спасибо вам. Вы вообще очень способствуете воспитанию нового поколения журналистов. Ну, это спасибо, во-первых, принимается, конечно, и оно взаимное, потому что, ну, если говорить об Андрею Владимировичу, то он и его семья тоже внесли свой значимый вклад. Наш контент качественно. Все это, конечно, уникальный продукт. Мы вместе создавали, рассказывали жителям, мы рассказываем о погоде, прогнозы погоды. С научной точки зрения. С научной, да, с точки зрения, глубокий анализ проводят при этом. Ну, конечно, конечно. Я хотел еще тоже добавить два слова. Действительно, у вас очень хороший, с хорошим каналом вы вступаете в большую эфирную жизнь, снова ОТР, потому что именно этот канал отличается тем, что у него сохранилась еще и одна важная функция всех СМИ, которая была изначально заложена. Это функция идеологическая, функция воспитательная, о чем мы уже давно-давно все забыли. Вот. И я уверен, что и ваш канал на местном уровне будет вот этим традициям следовать. Потому что почему мы иногда проигрываем, скажем так, интернету? Из-за, во-первых, недоступности. Да? О недоступности нашей информации в какие-то места. А она вот на самом деле, я вот получаю очень много, вот вчера, сегодня даже вот пришли, даже Калининский район, газеты, журналы не доставляются месяцами. Вот почтовое отделение Березовское. Нет газет. Люди, сотни людей отрезаны от мира. То есть вещание телевидения усеченное было, только ГТРК мог там показывать. Вот, естественно, куда, что, что делать? Интернет. А в интернете, вы понимаете, там ни идеологии, ни воспитания, а вообще не пойми, чего может быть. То есть, поэтому... Ну вот вы, кстати, говорили еще по поводу того, что цензура, объективность подачи информации. Вот мы тоже будем сейчас на ОТР вещать, да? Вот как-то можете прокомментировать, как вы считаете, вот как мы должны работать, чтобы средства массовой информации не воспринимались как под властью находящиеся? Какая функция должна быть? Конечно, выхолоченная такая, да, цензурированная. Ну, вы знаете, ведь у власти... Я вот сколько лет работаю и никогда не слышал, чтобы мне власть какой-то сделала окрик. Хотя, понимаете, меня нельзя назвать уж совершенно там лояльным власти и СМИ, и представителем прессы такими. Нет, конечно, мы всегда занимались самостоятельной позицией. Но власть наша все-таки это не народное тело, она все равно так или иначе создана и выбрана народом. Поэтому основные движения власти, они все равно в угоду людей делаются. Понимаете, и мы работаем для людей. Поэтому как мы можем быть полными антагонистами власти? Этого теоретически быть не может. Потому что мы все работаем для того, чтобы нашим людям было удобнее, комфортнее здесь проживать. И власть за счет этого держится. И мы держимся. Посмотрите, почему я говорю, что СМИ должны быть, с одной стороны, независимы, с другой стороны, востребованы. Потому что если газету не будут покупать, если не будут смотреть телеканал, мы экономически умрем, как бы нам власть не помогала. И вот примеры такие же мы все с вами прекрасно знаем. Мы знаем, что была когда-то Тверская жизнь, были ряд других изданий. Сколько туда денег власть не вкачивала. Но если они не востребованы у людей, то они все равно уходятся с этого рынка. И они уходят. Андрей Матленович, хотели что-то добавить. По этому вопросу, конечно. Я могу сказать, что власть заинтересована в абсолютной честности, вне зависимости средств массовой информации. Потому что заинтересована в правде. Потому что только на основании полной и достоверной информации можно принимать правильные решения. А когда они каким-то образом сглажены или прочее, вот этого точно не нужно. Поэтому я полностью согласен, что, конечно, независимость очень важна. И вообще, когда вопрос возникает о цензуре, но у нас цензурой быть не должно. Это совершенно точно. Вот что должно быть? Должна быть ответственность. Ответственность в том числе и тех, кто создает контент. Потому что есть вещи, абсолютно важные для всех нас. Ну вот мы, я согласен, мы же заинтересованы в том, чтобы качество жизни в нашем регионе улучшалось. Есть, между прочим, измеритель этого качества. Это, знаете, ожидаемая продолжительность жизни. Или демографические характеристики. Вот мы все заинтересованы. Это звучит. Мы хотим, чтобы люди жили хорошо. Но на самом деле нам очень важно, чтобы у нас рождалось больше детей. Чтобы у нас лучше работала система здравоохранения. Чтобы было хорошее образование. Чтобы люди жили в хорошей среде, где бы им не хотелось уезжать куда-то. Оставались бы здесь. Потому что, если у нас есть молодежь, а мы знаем, что она у нас есть замечательная. Мы видим ее среди и в школьниках, и в студентах. Вот мы, пока есть молодежь, и она остается здесь, у нас есть будущее. Мы в этом будущем заинтересованы. Поэтому вся деятельность власти, она на это нацелена. Именно для того, чтобы создавать условия. И если она где-то ошибается, лишь чего-то не знает, вот как раз задача средств массовой информации указать на это, подтвердить. Но ответственность в том, что для нас, ну, скажем, вот судьба каждого человека, абсолютно, в том числе и сидящих здесь, это качество принимаемых решений. Вот повседневных, ежеминутных. Вот это качество решений у каждого человека, оно зависит, главным образом, от двух вещей, от системы ценностей моральных и от образования. Так вот, очень важно и то, и другое. И поэтому система ценностей тоже это то, что должно транслироваться. Сейчас идеологии, действительно, у нас государственной идеологии нет, но система ценностей у нас есть. Осталась. И она важна. Это потому, что это судьба каждого человека, судьба страны. И это должно быть тоже, мне кажется, должно обязательно. Вот семейные ценности, то, что это вещь, на которой, ценности, которые сохранили нашу страну, между прочим, в тысячелетние периоды. Это то, что должно транслироваться. И это есть вопрос ответственности просто. Можно два слова, буквально, еще вот на эту же терминую? Конечно. Дима, попросту, мы коллеги и давние друзья, по-моему, совершенно справедливо сказал, что, в общем, какого-то конкретного давления от власти, но я тоже не припомню, так что вот, мне кажется, тут во многом многое зависит от нас самих, от нашей самоцензуры, от нашей, знаете, это 90-е годы, некую аполитичность такую породили на экране, в СМИ безопаснее, не лезть, не высовываться. Вот до сих пор можно, вот тут рассказали, куда губернатор сегодня съездил, тут еще что-то такое, и как бы остальные, ну, там, где вода прорвалась, там где-то что-то закипело, это тоже. Ну, проблем-то, на самом деле, гораздо больше, но очень многие СМИ, я не буду там сейчас уточнять, все-таки предпочитают, ну, спокойнее промолчишь, и безопаснее жить будет, хотя, в общем, это не настолько, мне кажется. Я помню, извините за нескромность, ситуацию, когда тут компания проходимцев затевала провести через Тверскую область высокоскоростной магистраль, магистраль Москва-Петербург, по самому страшному экологическому проекту, через Валдайские, через водоисточники и так далее, все. Но мы тогда встали, вот Гатеркат, в частности, да, и вот все, Новгород подписал, Москва подписала, Питер подписал, Тверская область, нас изображали в виде головы с двумя пистолетами, представленных виском, и все смеялись о том, что вот, ребята, заткнут вас, и правда, пытались и покупать, и пугать, и даже ФСБ пришло, ребята пришли и сказали, давайте мы вас на прослушку поставим ради вашей же безопасности, а вы продолжайте. Ну, победили же мы. Не то, что телевидение, но как бы мы создавали общественное мнение, даже НТВ с ним приехала снимать, как маленькая региональная телекомпания борется, встала против, да, там, ну, в общем... Ну, как в Твере все пригороды встали, помните, когда металлургический завод... Да, да, да. Так и нас выключали. Да, и вас выключали. Да, да, да. То есть во многом зависит от нас, от нашей инициативности, от нашей гражданской позиции. А я понял, почему нет высокоскоростной магистрали? Нет, мы за магистраль, но тот не тот вариант, я понимаю, что вы шутите. Вот, мы по поводу вот того варианта, там было их 4 варианта, они выбрали самый жуткий по водотокам, по источникам, по болоткам. Тут еще, знаете, какой есть момент? Дело в том, что вот те, кто так говорят, что СМИ якобы купленные, там все уже проплачены и так далее, просто это люди, они часто, у них позиция очень радикальная, они требуют, что вот просто брали СМИ и мочили до полного, там, до самого пожертвования, просто мочили кого-то. Сенсации нужны. Ну да, да, да. Тогда как часто бывает при уже разбирательстве объективном, выяснять, что абсолютно белого, абсолютно черного нет. Начинаешь вникать, да, и получается, что... Да, у серого сколько оттенков. Ну да, либо у самих рылов пуху, либо все не так плохо, как молюют, либо часто непроверенные у них опасения, допустим, у кого-то там бывает, и их пытаются выдать за уже решенное что-то, свершившееся факт. Я сейчас не буду, у нас сейчас даже в разработке несколько есть таких моментов, и мы сейчас в том числе с органами власти, правоохранительными структурами по ним контактируем. И вот можно было купиться там на первую эту информацию вброшенную, но вот тогда мы были бы ничем не лучше, чем те вот дезответственные... Дима, самое интересное, когда приезжаешь на место, вот тоже для телевидения мы снимали, газету, вот самые кричащие люди, вот такие оголтевые, да, Гриш? Ну давайте мы вас запишем, представьтесь, ваши фамилии, все. Нет, нет, меня не надо. Открывается, правда, у нас такая же история в новостях. Это, между прочим, вот почему в интернете очень много таких, потому что там анонимность. Там анонимность порождает... Они подниками, под разными... Говорите, безответственность. Она порождает безответственность. И отсутствие профессионализма, потому что, чтобы прийти сюда на телевидение, надо иметь высшее образование. В общем, желательно в хорошем университете. А еще и призвание надо иметь к тому, что это... Ну давайте еще два слова буквально. Согласитесь, вспомним выборы, сколько бегут на... Ну ладно, не будет столько никаких имен, там кто-то из коллег. Привет, ну что, ты на кого работаешь? В смысле? Ну как, чес же идет сейчас, там кого очередного, там, кандидатов, губернатора и так далее. Но это же про нас, про живицы в пушку. Сколько вот так наших коллег таких... Ну так вот мы сами создали себе свое. Я не терплю этот термин журналюгию, но во многом мы сами виноваты. Слушайте, журналисты, это так вот, как есть человек. Это кто хороший, существует или плохой. Есть преступники, а есть благодетели и так далее, там, меценаты и так далее. Какие разности? Это так же журналисты. Это совершенно разные люди, у них бывает своя позиция какая-то, бывает свои принципы, бывает их отсутствие и так далее, и так далее. Поэтому, конечно... Терминология была, синокос начинается, губернаторский выбор, но еще те пока... Здесь обобщать точно нельзя, разного не профессионализма. А вот что Ира сказал, что журналисту, это вот надо действительно получить образование, и должно состояться, призваниваться. С этим точно согласен. Я помню, когда я пришел в телекомпанию, где работал, в том числе, под началом Александра Сергеевича, и мне один коллега... Телевидение коллективное дело. Это имеет значение. Дело в том, что один коллега мне сказал, слушай, друг, я более собачьей работы на свете не видел никогда. Но если ты сюда придешь, ты больше отсюда никогда не уйдешь. Слушайте, мне уже скоро под 50 лет, и вот пока мне его не уходится. Его под 50. Ну хорошо, есть запрос. Реакция от власти. Получаем. Насколько с вашей позиции это эффективная работа? Что еще нужно сделать для того, чтобы власть быстрее отвечала на запросы общества? Ну, если запросы поступают регулярно, если запрос этот оформлен как действительно выразитель проблемы, с одной стороны, с другой стороны, общественного мнения, то власть реагирует быстро. Ну, во всяком случае, если говорить о нашем правительстве, вы знаете, губернатора нашего, который, ну, мне кажется, что с его приходом очень многое изменилось, в том числе и в реакции власти на вот запросы людей и прочее, то происходит реакция очень быстрая. Другое дело, вот я говорю быстрая, а с точки зрения, может быть, человека, у которого есть проблема, и которая по-прежнему она не решена, ну, да что, до сих пор тут не могут. Вот, поэтому я считаю, что здесь самое главное, чтобы вот этот диалог, взаимодействие просто не останавливался. То есть он такой многоходовый. Вот есть запрос, вот реакция. Должна быть реакция людей на эту реакцию. Нет, она недостаточна, или она не чрезмерна, или она не такая. То есть просто он должен не прекращаться. И здесь я в этом смысле очень надеюсь вот как раз на местные средства массовой информации. Дмитрий Леонидович, как представитель? Ну, что реакция, вот мы за объективность, да, вот Александр Сергеевич сказал, что у нас часто бывает трудно получить какой-то мгновенный быстрый оперативный отдых от чиновников и так далее. Соглашусь, что иногда такое возникает. Но если говорить конкретно, то менее суток назад мы позвонили Андрею Владимировичу, предложили ему... И вот он здесь. Вот, поэтому... Целые сутки кто-то скажет. Ничего себе. Поэтому мы раньше просто не могли программу эту организовать. Я тоже вот хочу с тобой согласиться, что областное правительство, вот у меня нету никаких вопросов. В принципе, город тоже сейчас подтягивается. Я понимаю, что, по примеру старших товарищей, то есть запросы никакие там не 10 дней. Нам отвечают вот буквально в течение часа, как правило. Но вот дальше вот идет прослойка корпоративная на уровне каких-то департаментов. Вот здесь уже есть полная остановка, потому что нужно получить информацию от директора школы, от начальника пожарной части, от кого угодно. Это невозможно. То есть вплоть до министра и опять мы возвращаемся до областного. Ну, то есть поговорить с уборщицей детского сада мы можем только с разрешения министра образования. Вот это нонсенс. И если с точки зрения закона о СМИ, вообще-то это уже уголовная статья, о чем мы, кстати, на недавнем форуме поднимались эти вопросы, потому что есть такая даже уголовная статья о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. И вот когда ссылаются на власть, ссылаются на какие-то приказы, очень хочется посмотреть, а где этот приказ, который запрещает директору школы общаться с представителем СМИ. Или как наших журналистов не пускают в школу. Такого приказа нет, но на него все время ссылаются. Отсылаются в какие-то мифические пресс-службы при каждой водокачке, как говорится, да? Где совершенно либо их не существует, либо какой-то там на уровне секретарша. Потому что чиновник говорит не он. Именно вот такая позиция иногда вынуждает наши средства массовой информации преподносить какие-то факты в более критическом свете. То есть делать акцент, как бы вымещая вот это недополученное. И здесь журналисту невозможно вот это вот сместить акценты. Понимаете, вот в этом направлении нам нужно с властью работать. Мы делаем так, мы в таких случаях всегда говорим, что ребята лучше прокомментируйте, иначе будет хуже. Да, да, да. Нет, мы тоже. Прокомментируют другие. Да, да, да. Прокомментируют люди вот с улицы, прокомментируют соседей со своим уже углом, со своими какие-то смещениями мнения там и прочее. А потом не обижайтесь, что ваше мнение не прозвучало, что информация прозвучала не точно и так далее. Вы сами устранились. Абсолютно так и есть. Ах, как интересно вас слушать. Но, к сожалению, программа наша подходит к концу. И в завершении нашего проекта, тема дня, хотелось бы услышать ваши напутственные слова. В скором времени, с 29 ноября, Тверской проспект регион будет вещать на ОТР. Вот, Андрей Владленович, какие ваши будут слова, самые важные для нас? Значит, я вам хочу пожелать сохранения уровня качества и достоверности, и сделать ваш охват, то есть количество людей, которые смотрят, чтобы он сравнялся примерно с населением Тверской области. Спасибо. Для этого нужно, но это нелегко. Нелегко, да. Нелегко, да. Нелегко, да. Но это нужно, ну, я думаю, что вы на правильном пути. Знаем, за что беремте. Да, да, да. Я бы не пожелал, я даже попросил бы вас, как можно больше внимания регионам, людям, может быть, портретам простых вот наших земляков. Потому что у нас надо какое-то либо совершить преступление, либо какой-то подвиг. Столько людей интересных кругом, и это всегда очень интересно. Ну, соседям, вы знаете, вообще, да. И вообще у нас область настолько любопытна, исторически, по одним только поговорам. О, хорошо, как говорят в Весегонске. А не лидов, ту я вот, засяли в аду, да. Уже по-белорусски почти говорят. Трапка. Ну, какие там, я просто за время своей конкретной практической деятельности, на работную деятельность, столько насмотрелся, и так жалко, так не хватает. Это какие-то пословицы, какие-то предания. Ну, вот я бы просто вот этой историко-культурной слой этот больше. И это всегда зрителям, это очень интересно, это выигрыш. Классная идея, обязательно возьмем на вооружение. Дмитрий Валентинович. Если что, я бы могу подсказать кое-что. Конечно. Я думаю, что самое главное, чтобы ваши репортажи были честными, смелыми и объективными. Ну, и завершающее слово у вас, Дмитрий Леонидович. Ну, а я, наверное, не буду сам себе напутствие давать. Пообещать все это выполнить. Да, я вот это хотел сказать, что мы все это обязательно учтем, все это услышим. Надеемся очень на наш диалог и с вами, на ваше содействие, вашу помощь нашему каналу, участие. Ну, и, конечно, обращаясь к аудитории, надеемся на взаимность, потому что сегодня прозвучала вот эта важная фраза, что СМИ, будь то телевидение, радио, газеты, неважно. Это такой вот мостик, да, диалог между властью и обществом. Но вот мы хотим, чтобы гражданское общество было активное, объективное, чтобы мы обязательно созидались с вами вместе. Очень на это надеемся, на взаимность. Пусть будет так. Приходите еще раз к нам в студию. Приглашайте. Будем обсуждать самые важные проблемы теперь на ОТР. До встречи в эфире. До свидания. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова